В принципе, если не знать, где находишься, то можно спутать с каким-то американским штатом, да? Но это не Америка, ребята. Это посёлок городского типа Новоозёрное. Встречайте сегодня в программе. Вообще-то военный посёлок, тут различные военные штабы, базы, транспорт военный. Так, это местный обитель зла. Да, рынок Новозёрновский. Здесь плюс 40 примерно. На рынке сейчас я замерил градусником термостатным. Видите? Всё тухлое, всё гнилое. Где ты про тухлое? Молодой человек? Ага, он всё тухлое. Да гнилое, блядь, ну серьёзно. Молодой человек? Как он не спит? Да гнилое, оно видно же, что гнилое. Я никого не обманываю, смотрите. Видите? Оно еле стоит здесь. А вот здесь кастрюли продают. Сковородки. А, ну здесь крупы. Да правда? Здесь люди вообще-то, а не крупы. Которые спрашивают разрешение на съёмки. Ну и мухи на крупах. Да. О, Артём, это я. Нет, муха, 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 муха. Здесь всё в мухах и в пчёлах. И осах, кстати. Так, здесь сладости. Ну, сами понимаете, как они на жаре здесь стоят. Сутками, неделями. Всё гнилое. Всё тухлое. Видите, всё открытое, блин. Здрасте. Кто вы? На каком основании снимаете? А нельзя? Нельзя. Естественно, нельзя. Вы знаете, что уголовно... Вы разрешение брали у людей? Ну, да, знаю. Немедленно удалите это всё. Хорошо. Ну что, хорошо, удаляйте. Сейчас пойду удалять. Нет, прям сейчас удаляйте. При нас удаляйте, пожалуйста. А вы снимаете людей, они на вас суд могут подать. Да какой здесь суд? Это на них суд подавать надо. Всё тухлое продают. Где вы видите тухлое? Бракованная продукция. Бракованная продукция. Видно, что тухлясина, ребята. Да что ж такое? Блядь. Пришёл погулять по рынку и выгоняют, толкают здесь люди. Пиздец. Ещё полицию вызывают. За что я не понимаю? Ёберок. Снимай меня, брат. О, бля. Вот так вот, ребята. Навёл шумо здесь. Разоблачил схему коррупционную. Торгуют контрафактом. Торгуют нелегально. Опять же, видите, всё без лицензии. Всё гниёт здесь, всё в червях. Ну, меня выгнали отсюда. Нельзя снимать, выход с рынка, всё. Блядь. А что они за мной идут? За мной идут, ребята. Всё, вроде оторвался. Выперли меня оттуда. Как я понял, уже за мной никто не бежит. Ну и слава богу. Да, ребят, вот так здесь серьёзно всё, видите, подходят военные. Охраняют эту гниль, блядь. Ну и ладно, пусть охраняют. Я, в принципе, ты не особо хотел туда заходить. Зашёл чисто ради вас поснимать, как, опять же, людей травят здесь. Потому что на солнце ни холодильников, ни кондиционеров, ничего нет. Даже порой не накрывают еду. По ней мухи ползают. Ещё, ребята, не забываем переходить на форум Лолстимнет. Там есть уникальная по своей сути информация, которую вы не найдёте больше нигде. То есть всякие советы, фишки и лайфхаки, которые публикуют реальные люди. Также есть Офтопик, где вы сможете обсудить все свои насущные проблемы. В общем, очень много всего интересного. Ещё у них есть маркет, там самые дешёвые цены на игры. Например, Prime Accounts CSGO можно найти за 60 рублей. Это ебать, где такие цены вообще вы видели? Ребята, ссылка в описании, переходите. Вас от этого сайта потом будет за уши не оттянуть, серьёзно говорю. Так выглядят местные улицы. Сами всё видите. Всё в негожем состоянии, крайне дикая невыносимая жара. Сейчас я вышел. Уже плюс 42 показывает мой термометр. Просто ад. Просто нереально здесь находиться на улице. Только вот ради вас вышел впервые из дома. Такой вот детский дворик здесь. Песок, ну, с говном, очевидно. Не буду это даже снимать, мне противно. Это верандочки, тут это самое. Горькие, блядь, ржавые, нахуй, на которых опасно для жизни кататься. С гвоздями, скорее всего, сейчас посмотрим. Ну, видите сами, да, этот металл. Сколько он здесь уже тысячелетий стоит, блядь, я бы не рискнул бы, честно, покататься здесь. Зато вот какие подъезды есть. Тоже окна все выбиты. Смотрите, смотрите, что нашел. Салон Айернкос какой-то. Но фишка в том, что дверь в этот салон, она мне примерно по пояс. И она ржавая. Новоозерновский отдел администрации города Евпатории, республики Крым. Давайте посмотрим, что здесь. О, господи. Что это такое? Какой-то подвал. Кренася. Это администрация такая? А, ладно. Не буду мешать. Это местный банк. РНКБ. Посмотрим. Выглядит он феноменально. По сравнению со всем остальным поселком. Он там выглядит дороже, чем центр документов. Все бюджеты поселка, наверное, ушли сюда. Хорошее место, кондиционеры, все супер. Конечно, это несравнимо. Вот по соседству свежая говядина, фарш на заказ. А вы разрешение спросили, что вы снимаете? Не, я просто так снимаю. Так а зачем вы снимаете? Вы идите, пожалуйста. Ну запах тут не очень. А холодильники работают? Да. Как же здесь жарко, вы бы знали. Просто невыносимо. Господи. Коты здесь бешеные. Что это? Не баланс. Сюда, блядь. Давай, сижу. Ну да. Видите, от жары здесь у всех хрюшняк сносят, даже у животных. А это место я называю площадь смерти. Здесь вот все обряды, все мероприятия проводятся. Ну и дорога, сами видите, все здесь, все в трещинах. Людей никого здесь. Ну все повымирали. Население что-то 3000, по-моему, или 4000, что-то такое. Мне очень, конечно, жалко людей здешних. Стиль, одежда, выцветшая вся. И люди. И люди. Голые. Больше снимают, поскольку. Поселок снимаю. А? Поселок. Все будет красивый потом? Не, он никак красивым не будет. Не будет? Ну конечно. Тут ни камера, ни чем его не исправить, ни фотошопом. Это вообще ужас. Ужас, я точно. Ну а Африка? Ой, хуже даже. Хуже даже, говорят. Точно хуже. 157, Блэйзер. Разрешение на съемку, пожалуйста, мне покажите. Какое разрешение? Какое разрешение? Толго и человек? Не, я просто так, просто так снимаю. Я же не оскорбляю ничего, в отличие от рынка, кстати. Куча привезли, значит, Кока-Колу. Или Жигулекская, привезли. Это местный водоем у нас, Данузлав. Он лягушатник, там дети купаются в основном. Лодки сюда загружают тоже. Вот мидии ловят, видите, ребята, промысел медийный. Вон там мидии. В этих бочках, в них мидии выращиваются. Внимание, пришел на военную базу, тут решетка стоит. Колючая проволока, я не пройти никак. Сейчас придется как-то по воде, видимо, обходить-то. Но проблема в том, что у меня обувь. Вот, видите, не совсем пригодная для походов по воде. Ну, выхода, судя по всему, нет. Блять. Вот так вот диверсии совершаются. Видите? Водяной обход. Раньше была парковка для воздушных подушек военных. Огромные стояли здесь. И еще добавлю, вот тот рынок, в который я ходил, где меня бабки выберли, откуда, да? Там реально воняло тухлятиной. То есть это никакая не клевета, это не обман, не шутка. Реально захожу, воняет, ну, реально чем-то вот гнилым, протухшим. Я не знаю, у кого конкретно это, но вот именно запах был чего-то крайне несвежего, крайне неаппетитного. Поэтому это все никакая не шутка. Если вы хотите, я еще раз хожу на этот рынок. Вот, пишите комментарии. Я, конечно, это угроза для жизни большая. Ну, у меня, в принципе, похуй. Если вы хотите, то я там еще мясной отдел посещу. Там еще очень много разных мест потенциально интересных, да, для вас. Ну, и опасных для меня. Так что пишите свои комментарии, оставляйте мнение свое, подписывайтесь на группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш новый Инстаграм-канал. Все ссылки в описании. Заходите на форум wallstimnet.net и также оставляйте лайки и репосты и все подобные вещи. И еще заходите на канал моего лучшего друга Черкаш2003. Он снимает прикольные ролики познавательные про нашу Вселенную. Это мой друг. Обязательно заходите и подписывайтесь на его канал. Всем спасибо, всем пока. С вами был Крипер2004. И вот пишите, стоит ли мне посетить этот рынок смертельный, да, ядовитый. Вот, пишите комментарии. Всем пока.